всем привет я хочу записать новый ролик пока это будет ролик не какой-то там конкретной программе или какой-то конкретной функции программы я хочу вам рассказать про какую связку из программ которые я чтенько использую вкратце расскажу ночью хочу нарисовать какую-то простенький объект сейчас не будем рисовать ничего сложного чтобы ролик опять не затянулся на двухчасовой я очень постараюсь сделаем что-то максимально простое нарисуем волпольку развернем ее в ювилый ауте закинем ее в zbrush там сделаем high поле добавим каких-то элементов потом обратно эту волполь мы закинем вернее запечем текстуром и в сабстансе там же мы ее раскрасим и перегрузим в мормосет за такую связь для чего это нужно потому что многих возникают вопросы именно на этапах того что зачем нужно делать в какой последовательности и как получить из low поле и high поле получить low поле с эффектом high поле вот эти вопросы хочу закрыть сейчас нарисуем что-нибудь максимально простое я буду импровизировать поэтому я честно говоря особо не готовился поэтому будем делать прям на ходу со всеми ошибками зато посмотрите как выглядит сам этот процесс давайте нарисуем какой-нибудь камень кстати я вот недавно рисовал топорик в стиле такого викинга вот мне очень понравился эта стилистика в принципе я как бы давно не смотрел на самом деле но мне как-то не долгилось ничего интересного делать с этим можете посмотреть есть маленький ролик небольшой я вам сейчас покажу вот я просто покажу чтобы вы понимали вот все то же самое тоже был сделан лол полька этого топора только не сделала еще в marvel's design ткань этого обвязка но это как бы уже отдельная тема все то же самое было лол полька я ее в зебраш подмял нарисовал эти все выступы самого этого мужика все узоры и также их запек в substance сделал все это в high поле и запек на low поле эти все эффекты по факту этот топор имеет там порядка что-то самым 120 не вру-вру-вру-вру 200 с чем-то полигонов по-моему я не ошибаюсь может чуть больше точно не помню врать не буду но очень мало полигонов он имеет вообще он очень угловатый но вот по факту выглядит так я думаю что для многих это на самом деле очевидно и банальная штука поэтому если вы это знаете как делать но не тратьте время не смотрите это для тех кто он действительно только начинается дело изучать ладно не будем особо время тратить давайте значит переведем его сейчас в поле сейчас какую-нибудь любую произвольную форму ему сделаем я кстати буду пользоваться горячими клавишами на такие вещах extrude insert там свист луп я могу параллельно еще рассказывать в принципе где я их беру потому что некоторые вещи я привык делать по старинке то есть вот эти вот переключения 1 2 3 4 я до сих пор не могу себе в голову их бить я почему-то все равно щелкаю сюда хотя удобнее там нужно полигон 4 если нужно edge 2 вершинки 1 но тем не менее я вот в этом плане никак не могу себе переключить но кстати как вариант тоже можно выделить один луп нажать ринг вот здесь он выделит их по кругу тоже можно занести на горячую клавишу но у меня не занесено chamfer тоже можно занести на горячую у меня тоже он не занесен но я так к слову просто сейчас мы какой-нибудь типа будет такой каменное основание для стаба я вот недавно проводил урок с человеком мы с ним что-то подобное рисовали только чуть посложнее фигурку мне как раз идея очень понравилась сама вот эта вот сама атмосфера вот это вот такой стиль викингов я вообще к северу очень хорошо отношусь я и в путешествиях очень люблю север мне очень нравится все эти вот скандинавские страны они очень как-то неверно прям близки и вот эта вот тематика она в принципе мне прям очень-очень на самом деле близка повторюсь еще раз сейчас я не делаю чего-то прям конкретно и не буду делать какой-то сложные элементы ступеньки для того чтобы не тратить много времени на той же самой простой развертки ты сейчас мне идея именно показать сам процесс как в какой-то работает сама связка максовой аут забраешь там тогда так давайте сделаем продолжение логическое нарисуем допустим вот здесь цилиндрик будет у нас какой-то тип основания столба это будет столб только он по вершине столба у него есть какое-то умное название вот это вот который сверху такая вставите штука она как-то по умному должна называться я тесно не помню и не важно так ну полигонов естественно сейчас мы рисуем прям максимально лол-польную модельку давайте сделаем 12 полигонов здесь попробую можно поставить даже и меньше на самом деле но опять же то есть смотреть сами то есть если вы это потом модельку будете добавлять в той же самой unity если надо просмотреть если эта моделька у вас то который будет на входе куда-то в главное здание вы будете стоять рядом то можно сделать побольше если эта моделька будет где-то столб стоять где-то в стороне там которому нельзя к нему близко подойти можете поставить даже там не знаю 6 полигонов там или там вы сами определяете насколько ваша лол-польная модель должна быть лол-польной сейчас как бы времена меняются и все больше модели делают с большим полигоном даже на лол-польках то есть ну как бы уже в больше берут на детализацию чем на этот оптимизацию грубо говоря детализации смотрите сами сейчас принципе уже компьютер довольно мощный спокойно можно еще сыграем не супер там огромные можете спокойненько делать больше и не совсем жадничать на полигонах нужно какую-то такую золотую грань найти вот эта штука вершину но сейчас она не должна быть такой наляпистой она должна быть там поаккуратней ну опять чтобы не тратить время сейчас делаем максимально простой вообще и круглой симметрии вот этой такой сплющенной ну не важно так ну допустим вот такую мы сейчас толпу часов затекстурим сделаем вмятина там какие-то узоры давайте поехали у нас есть моделька теперь нужно ее естественно сохранить экспортнуть в обиджей давайте пока я буду все делать на рабочем столе чтобы долго опять же не искать назовем это все делал столб столб и назовем сразу ее то что это лол-полька столб лол блин там fbx стоял хотел быстро но у нас еще раз обиджей столб лол сохранить все экспортнули эту модельку теперь бежим в ювел и аут так значит сам ювел и аут представляет из себя вот такой вот окошко его удобно поставить это год в угол потому что остальное поле мы сейчас забьем непосредственно самой этой разверткой что здесь надо сделать в первую очередь если у вас более новая версия у вас это будет вот здесь кнопочка которая делает вот так вас будет preference вас не будет лол сразу будет на вкладочка макс шелл весна поставить не меньше там 15000 можно поставить 20 можно 30 я поставил 20 достаточно это для того чтобы мы леса подгружать это более сложные модельки с большим количеством пригонов так также у вас здесь будет новичка еще ход кей который позволяет подглядывать если вы что-то забыли какую кнопку надо нажать то что здесь в принципе вся программа построена на горячих клавишах но их немного не пугайтесь они довольно простых там за один раз можно все запомнить там с десяток максимум в более старой версии ход кей находится вот здесь опять же играем about пам 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 и ищем ход и я не вводами ход кей можете посматривать если вдруг что-то не можете чем-то разобраться а так принципе все довольно понятно что нас делать первым делом загружаем нашу модельку открывается два таких диалогов окошка в первом в этом в маленьком ставим поле инью сейчас объясню что такое поле это значит мы работаем с полигонами если у вас стоит subdivision соответственно если у вас модель идет подскругление то он может видеть вот эту вот модельку подскругление которое у вас еще в лол поле но подскругление как бы с наложенным грубо говоря модификатором допустим opensubdiv но этим никто не пользуется поэтому ставьте поле здесь нью если у вас уже есть развертка мы будем в максе в мае неважно блендер сделали эту развертку если у вас стоит здесь нью-то он ее удалит и вы будете делать и заново если вам нужно просто подкорректировать нажимаете edit раун ее подгрузит вот мы ставим нью потому что у нас нет никакой развертки соответственно без разницы ставим нью теперь открываем ночь непосредственно саму нашу эту модельку открываете паку где он там где находится вот она столб лол открываем сейчас откроет непосредственно само окно для всех этих дел расширяем его так чтобы удобно если нету цели кнопочки сделать во весь экран то есть нужно просто подтянуть вот так сделаем здесь вниз эту штуку растянуть нельзя но место нужно потому что будем открывать все эти вкладочки вот они как бы открываются вниз поэтому место лучше ставить далее первым делом проверить чтобы у вас ось вращения была правильная то есть у вас вот ось который в максе у нас в данном случае z чтобы у вас объект вращался вот так вот они здесь в дисплее вот им три оси у вас возможно по дефолту будет стоять z и вы можете запутаться тут пытаетесь ее вращать она у вас вращается как лопасть пропеллера должна вращаться как бы по вертикальной оси и поэтому определите что то есть та программа в которой вы работаете допустим в мае и в максе отличаются в оси там по-моему y и в максе в данном случае тоже y кстати вот у них там x у кого-то z и поэтому поставьте так чтобы у вас моделька вращалась адекватно по навигации значит все просто левая кнопка мыши вращения средняя кнопка колесо нажимаем и двигаем правой кнопкой мыши двигаем мышку отдаляем приближаем все принципе довольно понятно сервисе что нужно здесь разобрать значит нам в принципе не так много вкладочек будет нужно может сразу открыть допустим edit и дисплеев для начала этого будет достаточно в вкладке дисплей значит есть два вида отображения это ортографически этот как бы но без перспективы из перспективы удобнее работает на этот с перспективой здесь же значит есть 33 3 окна грубо говоря активных у вас по дефолт открывается вот это вот окошко здесь мы будем сейчас этот объект разбирать на кусочки всего нарезать и здесь же разбирать на куски но двигая объект здесь в поле 3d мы ничего не меняем вкладочка 3d открывается всегда показывает объект который мы импортировали то есть мы здесь ничего с ним сделать не можем мы можем сделать вот здесь и окошко юви показывает саму развертку у нас пока ювиннику нету развертки нет поэтому пишет что сделайте просто тип развертку что-то другое написано ну вы поняли так развертку будем делать вся развертка делается вот в этих двух окошках юви и эд первым давайте начнем с какой-нибудь простой детальки допустим вот этого вот столба если мы его разрежем значит резать можно несколькими способами самый простой это выделять и их нарезать все вся мы не вся манипуляция в этой программе она происходит практически без кликов мышки то здесь нужно просто наводить мышку и дальше с горячими кнопками они простые они все по первому на названию слова то что вы хотите сделать нарезать соответственно кат первую букву к русская как s и c поэтому наводим на какую-то edge который хотим резоновать нажимаем c и саде последствия у вас была английская раскладка на русскую вас не будет работать и каждый раз не надо кликать мышкой просто наводите курсор c c c c можно c зажать и вести по кругу вот мы выделили весь круг теперь я хочу допустим его отрезать и отправить в развертку нажимаем enter он нам его отрезал и опять же то есть если я нажму enter наведя на какую-то другую деталь то он пытается отрезать ее от вот этой соответственно нужно все время наводить курсор на тот объект которым вы работаете вот я сейчас отрезал вот этот кат и можно сразу его отправить можно просто убрать его пока в сторонку это очень удобно то есть здесь можно разобирать всю эту нарезку на детали для того чтобы удобно было куда-то подлезть очень часто бывает чтобы допустим здесь тоже не сложно но как пример вот это чтобы вырезать но там не всегда удобно проще отрезать низ его в сторонку отодвинуть и уже можно будет спокойнее подлезть какую-то вглубь но при этом не забывайте что в окне 3d у нас ничего не меняется у нас как была здесь так и осталось это просто здесь наглядно показывает во-первых здесь показывает модели во-вторых показывает ошибки где у вас идут растяжки на развертке это вот эта кнопка включает color если у стоит error то он нас в дальнейшем будет показывать цветом те части которые не правильно развернуты значит зеленый это оптимальная развертка где ничего не тянется розовая она допустимая но с небольшими искажениями красный синий это уже надо смотреть что-то уже менять то есть как бы самое лучшее чтобы все было зеленое бывает так что все зеленое сделать либо невозможно либо не всегда это удобно то есть розовая тоже допускает сейчас мы это в процессе увидим возвращаемся сюда и давайте сейчас дорежем для начала столб также кстати можно выделять весь луп то есть кнопка c и когда наводите он выделяет один edge если вам нужно выделить луп можете нажать либо shift c и навести и он выделит 10 соседних полигонов влево 10 вправо либо это можно включать вот здесь вот сейчас по дефолту стоит 0 если вы поставите 10 и выделите один полигон так один edge через c то он выделит 10 влево 10 вправо так как 10 меньше чем 20 10 сюда 10 сюда он выделяет весь луп то есть это удобно также выделили мышку сюда навели то что хотим отрезать нажимаем enter он отрезал нажимаем d он отправил уже в окошко туда в uv вот этот курочек давайте это тоже сразу отправим то есть я просто навожу на него мышку нажимаю d английское отправляем теперь надо этот столб соответственно разрезать здесь все просто нужно просто где-то в одном месте делать разрез естественно если у вас столб допустим стоит где-то к стене то смотрите так чтобы разрез был как бы с обратной стороны задней то есть нарезали мышку на него навели enter нажали он его разрезал d нажали он его отправил вот сюда вот в развертку вот он здесь пока также тоже выглядит как столб сейчас с этим будем работать то есть нам сейчас нужно первым делом все все нарезать и отправить туда в uv то есть аналогия простая c или shift c выделяем лупы либо edge enter их нарезает d отправляет в развертку давайте быстренько нарежем вот эту детальку также значит c и кстати видите у меня сейчас выделяется еще соседи здесь нету замкнутого лупа но он пытается выделить 10 влево 10 вправо потому что у меня стоит здесь 10 я поставлю обратно 0 здесь 10 гораздо проще сделать просто вот так то есть я выделил по кругу их желтые тоже являются меткой для нарезки соответственно enter отрезать d отправить теперь я хочу пустить нарезать все лупы по кругу я предпочитаю в таких местах не иначе можно сделать вот допустим вот эту грань верхнюю вот эту вот центральную и нижнюю сделать допустим одним цельным куском или нарезать но здесь не так видно я предпочитаю все таки вот такие штуки нарезать на такие линии мне как-то так про кажется правильней ну и это и принципе даже проще будет здесь мы зажимаем shift c нарезаем здесь нарезаем здесь я просто еще раз повторюсь навожу курсор я курсором ничего не нажимаю делаю здесь сразу здесь и вот здесь теперь поворачиваю и делаю еще луп здесь вот сейчас нарезал все горизонтальные лупы теперь если я нажму enter он их все не нарежет он нарежет только туда куда мы наведем курсор но прежде чем я буду резать их горизонтально хочу порезать еще вертикально давайте пустим один луп где-то по длине опять же если он столб стоит у стены допустим вот этой вот части соответственно берем какую-то одну вот это вот луп и давайте нарежем его так здесь я сразу зажимаю shift c но он здесь не видит замкнутого лупа здесь увидел кусочек а здесь уже нет ну не страшно довели до конца все теперь я нажимаю на верхнюю крышку пока только наверху нажимаю enter с помощью он ее разрезал здесь разрезал вот здесь поднимемся что да вот теперь он его нарезал все отправляем его туда теперь сюда нажимаем опять enter он отрезал нам вот эту часть можно и здесь двигать сдвигать способом подобраться клаток может спокойненько сейчас брать что что мы сейчас нарежем можно сдвигать на куски так это надо до резать еще раз enter д отправим управлять сейчас пока что мы ничего не заворачиваем но просто пока их бросаем вот сюда сейчас будем разворачивать так можно сразу сделать так вот enter 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 то есть у нас получается что мы сейчас взяли и нарезали вот этот кусочек вот эти перемещать зажимаете пробел и средний кнопку мыши не помню говорил я ли не происходит так зажимаете пробел держите и среди кнопку мыши можно здесь их раздвигать вот так разобрали их на кусочки теперь надо их до резать значит мы режем вот здесь нажимаем опять enter d этот кусок в принципе можно было и не резать потому что у нас идет плашка если нужно выделение убрать если он кстати лишний нажимаем наводим на него нажимаем W потому что этот кусок мы будем целиком вот как он есть так и останется его нет смысла разворачивать нажимаем D отправили дно вот эту крышку тоже отправляем и с ней ничего делать не надо здесь тоже получается у нас лишний я поторопился но не страшно зато узнаете как отменить W W и наводить C нарезать W отменить так опять же D отправляем вот это надо нарезать нажимаем наводим на курсор enter d и что там потерялся но все мне просто видимо из того что идет запись что-то бедно думает так давайте пока оставим опять я посмотрел сюда все перенеслось все окей давайте сразу всю нарежем потом все развернем здесь то же самое значит нарезаем луп можно делать поочередно отрезали один луп нажали enter d чтобы он уже не мешался отправили здесь еще вот здесь нужно будет наверное лучше тогда лучше наверное вот здесь сами смотрите как это мы сейчас делаем пробную посмотреть чтобы это было задней типа сторона столба чтобы лишний раз шов на лицевой части не было но него enter еще раз enter если он вам нарезал только один луп то надо навести еще на ту часть которую вам тоже надо дорезать то есть он отрезал по низу но не разрезал вот здесь потом я навел еще раз на него еще раз enter и он его разрезал сейчас зажимаю пробел страницу смотрю все он отрезался как надо D отправляем его туда так вот эта часть у нас вообще не нарезана да соответственно также опять shift c по кругу выделили наводим на него курсор enter D ушло так дорезаем до конца видите удобно то есть как бы удобнее подбираться в какие-то сложные места убирая лишнее либо сдвигая в сторону ну еще раз повторять наверное ну хотя повторю вот здесь ничего не меняет здесь просто показывается наша нарезка в 3d здесь ничего не пугайтесь еще там нарезаете убираете в 3d все остается как есть так быстренько также значит луп 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 и вот здесь луп только здесь луп не сработает поэтому догоняем быстренько через c вот так вот пам 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 сразу enter D отправили вот эту детальку enter надо где-то еще разрезать опять я забудился где мне был прошлый ряд пускай будет здесь enter отправили вот эту детальку enter ее резать не надо потому что она у нас горизонтальная крышка такая останется W D отправили так пам 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 здесь надо нарезать соответственно ставим по моему было вот здесь нет здесь вот здесь набор enter а вот здесь у нас лупа нету давайте посмотрим ну эту деталь наверно можно ты не отпускай будет тоже давайте я стану посложнее чтобы было потом чего-то разбираться в UV поэтому нарежем ее допустим вот так и допустим вот так пускай будет так все вот она отрезалась отправляем эту часть отправляем эту часть все у нас это окошко стало неактивным пусть там больше ничего не осталось осталось активным только вид 3d и активным стало UV все вот у нас все это у нас дело здесь нарезано теперь начинаем непосредственно разворачивать те плашки которые вот эти вот кубешки они у нас крышки которые не видны поэтому их особо ничего с ними делать не надо их можно поставить один под другой можно сделать вручную опять же здесь то же самое управление с пробелом и средней кнопкой мыши мы передвигаем с пробелом и левую кнопку мыши мы вращаем на круге не хотя видно будет видите но на кучу вращается вручную оси и пробел правым правым мыши мы масштабируем можно взять и вручную поставить а можно это сделать автоматически идем значит так это у нас в сегменте по-моему ошибаюсь а нет не сегмент это у нас вот здесь в эдите нажимаем copy UV и нужно вот это зря сейчас вращал потому что нужно сейчас выделить 2 одинаковых полигона я уже вернул как было то есть у вас если какой-то сложный объект то вы выделяете но они одинаковые если у вас одинаковая сетка на двух объектах то нажимаете copy UV указываете два любых эдже которые на одном и том же месте находятся нажимаете на пробел вот и он их совмещает вместе теперь они как бы один на другом соответственно все что будет в дальнейшем рисовать на этом будет рисоваться и на втором так как это у нас две крышки они вообще нам не нужны поэтому пускай они будут так лишнее место занимать не будут так эта крышка у нас в принципе тоже здесь осталась целая но все равно чтобы определить чтобы она была закрашена в цвет которая нам позволяет понимать где растянуты и где не растянуты ее тоже нужно развернуть разворачивать кнопкой F F потому что флатом то есть опять же сокращенно нажимаем на нее F ну вот он пытался развернуть но с ней ничего не произошло потому что она какая есть такая она и с ней уже все окей видите она зеленым цветом покрасилась если мы перейдем в вид 3d если не можем ее не видно но там закрашены в зеленом сейчас мы на другом объекте посмотрим чтобы было понаглядней давайте сейчас столб развернем вот у нас есть столб он здесь выглядит как сейчас как свернутый наводим на него так же мышку нажимаем F он нам его развернул видите он весь зеленого цвета соответственно у него текстура нигде не поплывала видите он здесь вот такой зелененький здесь он беленький, здесь он зелененький. Мы понимаем, что этот столб развернут идеально. С ним сейчас никаких проблем нет. Идем дальше. Дальше будет, наверное, сложнее. Допустим, как вот этот объект. Если сейчас я его разверну, нажму на него F, как я уже говорил или не говорил, такие сложные объекты не получится. Наверное, их можно сделать в прямоугольник, вытянуть, но в любом случае будут подтяжки. Сейчас он его нарезал максимально так, чтобы не было подтяжек. Видите, он весь зеленый. Если мы будем сейчас с ним что-то делать дальше, попытаться сделать вот эти вот грани две параллельные друг другу, то у нас уже будут где-то розовые места, может даже красные. Давайте покажу, как это сделать. Скорее всего, вот с этой деталью нам это делать будет не нужно, но я покажу. Есть такой инструмент, чтобы выделить, допустим, вот этот edge. Мы нажимаем кнопочку I, русская ша. Выделяем на одном грани, то есть мне нужно выделить сейчас вот этот лук. Только не весь по кругу, а только вот этот и только вот этот. Поэтому я выделяю две крайние edge. И теперь нужно, чтобы он заполонил вот это пространство между ними. Я зажимаю shift I и нажимаю на любом из них между ними. Вот. И он мне выделяет вот так вот лук. То же самое надо сделать здесь. Я выделяю два крайних и на любом shift I нажимаю на любом посередине. И еще раз нажимаю F. Он мне в принципе ее более-менее горизонтальный превратил в горизонтальный, а вот в вертикальный, так как у нас там идет наклон. Вот видите, вот идет наклон. Вот он показывает, что здесь он уже начинает стягиваться, потому что нельзя сделать вот такую вот наклонную штуку, конусную развернуть в прямоугольник. Если хочешь в прямоугольник, будет тогда растянутая зона. А мы им говорим типа нет, я хочу, чтобы у меня было, я вот такую перфекционист, чтобы у меня все было квадратами. Мне это очень важно, хотя на самом деле это не хроначники, не важно. Давайте добьемся, чтобы это было, а потом вернем, как было, чтобы просто вы понимали, как это делать, потому что часто это нужно делать вручную. Значит, у нас, видите, выделены верхние лупы, нижние лупы. Чтобы их убрать, также зажимаем Shift-I и наводим на них. То есть Shift-I, он выделяет все, то есть можно выделить весь луп по кругу. Вот я нажимаю сейчас Shift-I, он его бум по кругу выделил. Если у нас выделены просто с I две крайние, и я посередине нажимаю где-то Shift-I, то он выделяет только от края до края. Если ничего не выделено, то он выделит весь круг. Но мне нужно выделить сейчас вот эти, я вот хочу, как я говорил, сделать их тоже параллельными. Я их просто через I все выделяю по одному, I выделяет по одному, Shift выделяет луп. Вот, нажимаю F, и вот он как бы попытался его свернуть максимально так, чтобы он был все-таки адекватным, чтобы не было красных, но оставил только розовые. Ну, это такой способ, который позволяет делать какие-то горизонтальные вещи, но здесь, как я еще раз говорю, не получится это сделать. Поэтому лучше оставить все-таки деталь какую-то вот в таком виде. Она будет у нас зато зеленая, и никаких с ней проблем вообще не будет. Тем более, я не планирую на ней какие-то тексты писать или еще что-то. Если вы хотите, допустим, вам нужно где-то по кругу что-то запустить, закольцевать, то на самом деле лучше было бы это дело нарезать, аккуратно их развернуть, а потом между собой их сшить уже под правильным углом, либо в принципе вот как сейчас она идет. Но все равно у вас ровной плоскости не получится. Либо у вас будут подтяжки. Давайте сейчас что-то другое сделаем. Значит, здесь также можно перемещать с пробелом. Если у вас где-то стоит рядом что-то, чтобы было удобно, пока что просто здесь такой бардак наводим. Все готовые оттаскиваем влево, все они готовые у нас будут справа. Значит, берем вот этот вот столбик центральный, который у нас снизу, центральная часть. Нажимаем F, смотрим. Ага, вот он его нарезал, все нормально. Он сделал ровно, но он у нас под углом. Можно сделать вручную, зажимаем на пробел левой кнопкой мыши и можем его вращать. Но это не всегда будет идеально ровно. Он будет вставать, поэтому можно сделать проще. Берем наш любимый Shift-I, выделяем весь лук по кругу и нажимаем еще раз F. И он его выравнивает в принципе ровненько. Все, это готово сюда. Теперь вот этот кусочек тоже завернут в кольцо. Это какой-то один из углублений нижних. Наводим на него мышку, нажимаем F и видим, что такая штука происходит. То есть, он его развернул, но считал, что он здесь был в виде кольца. Он как бы под себя. Он пытался его размять, но полигоны ушли как бы сами под себя. Ничего страшного, можно несколько раз нажимать F и он будет все больше и больше. Его как вот релакс идет в этом. В максе можно поменять релакс. Здесь можно сделать так. Либо, если у вас слишком сложная деталь, нажимаете Shift-F. Тогда он там какую-то аналогию, какую-то применяет фишку. Он его сначала сворачивает в сферу, потом пытается развернуть. То есть, какой-то более сложный алгоритм, который для просчета. Но с такими простыми детальками можно просто нажимать F. Доводите до более-менее вот такого ровного состояния. Потом нажимаете Shift-I, чтобы выделить луп по кругу. И нажимаете просто еще раз F. Видите, он у нас зеленым цветом закрашивается. Соответственно, я понимаю, что это развертка. Здесь нормально, никаких подтяжек нигде не будет. Теперь давайте вот с этой штукой разберемся. Она у нас просто плоскость. Поэтому все равно F лучше нажать, чтобы он его в цвет окрасил. Чтобы он его развернул и показал, что с ним все окей. То есть, можно оставить ничего не нажимая, просто перетащить. Но ничего сложного нет, чтобы нажать, чтобы вы были убеждены, что есть никаких подтяжек лишних нет. Так, это готово тоже таскиваем сюда. Это у нас тоже такая же шляпка, которая идет ровная, без нарезок. Тоже ее пока сюда. Это у нас кольцо. Давайте его нарежем. Опять же F, 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 Shift-I. Выделяем по кругу и еще раз F. Все, он его ровненько развернул. Есть. Теперь здесь опять же у нас плоскость. С ней мы ничего не делаем. Опять вот такая вот у нас штука. Все то же самое. F, 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 Shift-I. Так, мне из-за записи немножко он подтупливает. Ну, не страшно. Shift-I, F. Вот, смотрите. Вот сейчас такая штука произошла. Это тоже такое бывает. Он не сразу понял, что это должна быть ровная часть. Есть такая штука, как можно взять вот эту вот часть. Вот так вот. То есть, Shift зажимаете и колесом. И тогда можно как бы показать. Нет, он должен быть ровным. Вы как бы подтягиваете. Видите, он сейчас синим покажет, что он слишком растянутый. Но это не важно. Нам просто нужно показать, что нет. Он должен быть вот такой формы. Ровным ставить не обязательно. Теперь еще раз нажимаем на него F. А, стоп. Не F. Так. Пам-пам. Не F. Он мне не хочет его. F он делает. Давай-ка. Еще подтянем. Что-то он, видимо, опять не понял. Либо он реально сейчас немножко опять подтупливает, что у меня из-за записи он прям очень странно себя ведет. Так. Вот такая фигура. Да. Я хочу F. Все правильно, чувак. F хочу. Так. Не надо. Ни зачем. Выходить. Не надо. Я хочу развернуть его. Давайте пробуем снять вот эти вот лупы выделенный. Обыднем проблемы. Так. Ну, вообще, должен все работать нормально. Так. Еще раз. Давай. F. Окей. Если какой-то глюк происходит, то я не знаю. когда можно вернуть обратно в этот вид, в развертку в 3D. То есть там мы кнопкой D отправляли в развертку. Здесь Shift D вернуть обратно. Ага. Но он уже что-то не хочет возвращать теперь. Стоп. Что-то я, видимо, нажал не то где-то. Нажал не то где-то. Нажать не то, что и то нажал. Так. Родной. Ты чего? Давай. Shift D вернуть обратно. Но эти на другом пробуем здесь. Shift D. Странно. Так. Ладно. Вот. Именно для этого я хотел записать все как есть. Потому что, ну, ошибки вылезают у всех. И как с ними бороться. Сейчас мы разберемся с ним. Никуда он от нас не денется. Просто разобраться в чем произошло. Либо я что-то не то, что-то не то делаю. Вообще я делаю все правильно. Просто подтупливает. Сейчас разберемся. Так. Еще раз давайте пробуем. Ведь он даже вообще не реагирует ни на i, ни на Shift, ай. Ни на что. Ни на пробел. Еще должен. Так. Что можно с ним сделать. Давайте посмотрим еще чуть за деталью. Где она у нас такая проблемная. Вот это, да. Пу-пу-пу-пу-пу. Там-пам-пам. Где она есть на высоте? Так. В одну кей. Он вообще с этим не реагирует. есть она там только на вращение и перемещение и так далее что-то там какие-то другие с ней манипуляции вообще не работают то странно но ошибки просто отменим до того момента когда она была вот так честра на самом деле обычно вот такая ситуация вот когда вот ну криво встает через shift и там к мыши подгоняем в более-менее ровный размер еще раз ф и он ровненько ставит ну бывает ладно значит бывают эти ошибки страшно так как он и сейчас тоже перестал работать а вот у меня русская раскладка включилась блин вот в чем проблема просто включилась русская раскладка ну ладно пишем на шок окей шрифт айф выровняли и видим просто где-то случайно не способна очень много горячих клавиш которые ну так вот на автомате нажимаешь и часто там контур-шифт случайно нажал там переключение бам переключилась не заметил если такой в первый раз произошло на самом деле ну ланта то будете знать что такой может быть здесь у нас чего это у нас крышка сразу нажимает уже f чтобы она была зелененькой чтобы убедиться перетаскиваем влево это у нас тоже крышка не нужна вот эта штука еще раз такая штука произошла попробовать показать все таки как это должно что это должно сработать у меня немножко он очень подвисает почему-то не страшно в таком положении часов попробуем и сделаем то же самое что и делал до этого там помчу shift айф не все равно выровали ну он частисти произойдет я думаю что если у вас такой произойдет то я думаю что у вас должно сработать потому что у меня видимо может быть действительно из-за записи из-за этой программы записывающей очень часто вырезают по сети на самом деле не страшно так это у нас цельная часть урок похода 5 получше довольно длинный но я зато расскажу много чего интересного подождать так вот здесь надо было нарезать немножко сделать и посмотрим как он развернет вот видите он развернул принципе норм но вот здесь где розовая часть видно что здесь зеленый немножко розовая конечно он ему не хватает свободы развернуться чтобы все было зеленым с наверно был бы здесь еще резануть вот здесь этим можем делать там здесь также как как можно бромбить пока что хочу здесь нарезать и вот здесь нарезать давайте так и еще раз нажмем вот видите он его все сделал зеленым и то же самое надо сделать здесь нажимаем f и дорезаем вот этот опять же ничего мышка не кликаю просто наложу нажимаю c и еще раз и эти две детали они одинаковые можете их наложить друг на друга но у нас это будет камень который возможно будет что-то там я хотел бы просто делать дальнейшим скульптом в зебраше и чтобы не было потом в дальнейшем запечем через скульпт это запечем нормал чтобы не повторялся вот этот вот узор на двух частях лучше конечно делать их раздельным они будут раздельным но в так принципе ну как бы столб не так много места занимает мы уже спешим тут еще будет куча свободного места и так у нас все нарезано выделяем все и теперь есть значит такой способ можно перейти в группе я там нет не групп в паттерн так вот или нет а в паку стрипас таки вот и здесь можно поставить обычно поставить best разрешение у нас будет обычным под 2k и нажимаем по пол типу упаковать все но сейчас он продумает продумывает он упаковал но эти кучи свободного места плюс вот эта штука у нас идет она у нас идет идет отдельно как бы ну она заморожена но остается куча свободного места поэтому уж конечно вручную все дело расставить но опять же здесь не хочется что-то масштабировать и здесь видим просто уже нельзя заполнить так чтобы был где-то прям вот не был свободное место либо увеличивать что-то в размере ну тогда у вас будет естественно нехорошо все это выглядит в общем виде поэтому это ставим вот так вот это наверно все таки давайте все таки они стоят с этими значками то они автоматически будут повторяться поэтому мне не страшно у нас куча свободного места мы видим по-другому да уже лучше здесь не упаковать потому что вот из-за этой детали то есть у меня не хотел бы если бы можно было уменьшить размер столба допустим его взять и там как бы его сжать вот так тогда мы пакуют наверно его лучше но тогда у нас будет очень большая разница в текстурах кстати посмотреть это можно опять же переходим в 3d видим что у нас весь столб зеленый то есть нигде никаких подтяжек нету нажимаем т английской тимофей включается чекер нажимаем еще раз ты включается чекер с цифрами которые удобнее в плане того что можно смотреть первых направление во вторых можно смотреть чтобы не было ничего перевернутого и плюс здесь есть еще такая типа как миллиметровая сеточка показывает такие микро подтяжки если они есть давайте оставим так мы сейчас делаем как бы ну такую самую поверхностную я хочу все программы успеть показать которых в этой сцепке будут сработать и так все мы можете развернули с горем пополам теперь давайте начать и сохраним давайте сохраним сохраним на 8 туда же да и обиджей формада должен быть на рабочий стол мы сохраняем и давайте давайте не на рабочий стол давайте сохраним все-таки на кого-нибудь и на рабочий стол зовем ее столб столб UV то есть типа то что она у нас развернутая все сохраняем здесь просто очень да вот она все появилась штука очень для меня неудобная но все мы сделали можете закрыть и может не закрывать там как хотите я закрою что мне принесло нож больше здесь не нужна до выход идем обратно в макс эту модельку принципе можно уже длинуть нам больше не нужно импорт импортируем вот это вот уже который юви вот это вот давай и соответственно если мы сейчас ее откроем в макси то она уже будет естественно иметь у нас развертку максу развертку прям вообще не перевариваю вот она здесь уже уже развернута ну естественно она у нас разбита на детальки естественно у каждого своя развертка и сейчас все это дело объединим вот в один в одну группу она будет тесно в одном целом ну что развертка перенеслась плюс ведь это идет такие подтяжки я изначально все время думал что это зависит от группы сглаживания вот эти вот подтяжки они обычно появляются когда у нас сбивается группа сглаживания вот но здесь получается так что я выделяю все полигоны убирают все группы сглаживания по они даже не исчезнут но они почему-то здесь не исчезают эти подтяжки кто-то знает напишите в комментариях потому что я честно сам не знаю почему так происходит но это не повлияет на дальнейшую работу я просто не понимаю почему группу сглаживания не срабатывает вот сейчас то есть как будто очень что где-то стоит одна группа сглаживания на весь объект обычно вот из-за этого такие проблемы но неважно у нас она есть и есть давайте начать ее сейчас переходим в zbrush сейчас мы немножко с ней поработаем скульпте я подключаю свой планшет опять я сейчас не буду опять же погружаться во все тонкости меня есть видео про zbrush там тоже вроде как довольно подробненько я много чего рассказываю открываем наш столб UV сейчас я микрофон переставлю возможно шума мешает так все перетаскиваем сюда наш столб включаем естественно edit вот и кстати надо сейчас будет подгрузить я просто здесь есть свои настройки вот и конечно надо его загрузить в папку чтобы он автоматически загружал но я все не к приходится каждый раз я просто переставлял винду вот и сохранил свои настройки и теперь каждый раз нужно выбирать хотя бы хороший нужно просто закинуть их в папку чтобы он автоматически подгружал но лень великая штука так дискут артефакт у нас вылез но он сейчас закроется ванную славу благо сверху поэтому он сейчас закроется да окей так теперь я хочу чтобы разбить на саптулу потому что с одним работать не всегда хорошо я не хотел бы сливать прям вот столб с основанием чтобы он был как-то разный нажимаю сплит групп сплит разбивая его на три саптула теперь давайте во первых эту штуку сольем я не понял почему образовался дырка но может пропустил я просто делаю стараюсь делать все быстро и плюс еще рассказываю возможно где-то что-то упустил так и я буду работать с большим полигонажем потому что хочу делать эти микротрещины и так далее поэтому я поставлю где-то там порядка двух тысяч чтобы у меня эта сетка выглядела вот так все работает нормально не хочет так вот так она все выглядела и давайте чтобы она не мешала мы пока отключим все остальное будем работать пока только вот с этой деталькой так первым делом что я люблю делать это немножко сглаживать углы потому что при запекании все таки ну камень не камень но пускай будет чуть-чуть сглажены углы плюс можно делать интересные сколы там и так далее у меня есть несколько кисточек разных загруженных чтобы я их не загрузил вот сюда можно сюда но есть обычно такой бардак разводится очень много да можно по клавишу по названиям этих кистей искать но мне честно говоря удобней с последних пор стал вот так я загрузил прям в зебраж эти папочки у меня есть уже есть свои сеты и собранные здесь есть довольно неплохие кисти мне удобнее как бы именно по сетам работать есть сет для камней есть сет для металла для кожи вот этот элемент как удобно давайте поработаем вот таким инструментом уменьшим немножко на наше перо и пробежимся вот так вот по граням чуть-чуть их сглаживаем можно есть обычно вот так вот уголок немножко скосить ну мы делаем так чтобы это выглядело как будто это камень но такой тип он долго там стоял где-то он там сейчас опять же не будем тратить много времени на то чтобы все это соскульптить но местами где-то сейчас какие-то там трещины добавим и так далее просто надо пробежаться только не перебарщить не надо делать на каждом углу того скашивать каждый угол где-то местами так чтобы это не бросать в глаза но при этом чтобы вот у вас какие-то такие вот моменты типа сколы были я обычно пробегаясь по всем граням и как минимум все равно чуть-чуть сглаживаю хотя после дайна мэша они уже как бы сглажен нет острого угла в принципе вот но все равно я предпочитаю немножко пробегаться это создает особенно вот на камнях на дереве это хорошо выглядит на этих вот такой чтобы они были немного примятые но опять же сейчас не будем тратить время сейчас мы просто добавим каких-то элементов которые будут прям хорошо видно так давайте значит добавим чего добавим допустим трещинок несколько здесь надо убрать и опять же не делать так чтобы у вас была одна трещина здесь и одна такая же вот здесь это будет выглядеть ну просто как минимум не естественно вот поэтому не повторяйте либо можете если вас есть с одной стороны можете эту же штуку пустить где-то с обратной стороны но там под другим углом вот и опять же то есть не делайте прям таких явных повторений потому что это слишком сильно бросается в глаза опять определяете какая сторона будет лицевая я это естественно сейчас опять не сделал хотя надо было понимать что это лицевая соответственно я вот делаю так что здесь видно основное какие-то мелкие детальки там сторону уберу заднюю сторону можно вообще было бы не делать если бы я запомнил какая сторона у меня лицевая но так я делаю быстрый урок я не запомнил уж простите так давайте поищем все каких-нибудь интересных трещинок вот эти вот в камнях есть довольно неплохие кстати есть вот такие кисти это от чувака который делал этот Warcraft я на Artstation у него там скачал такой наборчик вот очень крутые такие вмятины они такие прям мне очень нравится ну вот здесь у нас будет столб поэтому можно обычно сделать чтобы уходила часть под столб вот так а часть сюда и будет так ну выглядит довольно прикольно и опять же не повторяем кисти не повторяем то есть постоянно подгружаем новое одну два раза поставили здесь же есть довольно неплохой набор вот этих штук которые нам позволяют делать вот такой камень пока сильным его не надо поэтому Zintensity поставим поменьше то есть просто чтобы вот ну где-то там почему можно растягивать довольно большие так как это у нас камень известно ничего страшного там не надо только мельчить вот так вот это тоже будет не естественно растянули здесь эту текстурку можно растягивать уже как бы более то есть масштабно вот так допустим вот но тоже не перебарщиваем опять же и тоже прям совсем повторяться тоже не надо эту сделали допустим давайте выберем вот такую она стоит довольно матерая как я помню она такая прям она на большом значении может там целую скалу рисовать но довольно хорошая кисть тоже но мы сейчас ее немножко давайте кстати да не сильно не смещайте грани потому что потом на после того как мы запечем карту нормальной это будет выглядеть знаете как будто у вас такая галлюцинация когда вот свет особенно вращаете вот ожди райку и вот там где у вас смещена грань она будет так плавно типа проявляться это ну не естественно поэтому делать это не надо где-то можете допустим работать с плюсом то есть здесь мы выдавливаем а здесь это уже чисто я зажимаю alt и видите появляется такой маленький минус соответственно мы вдавливаем то есть одну эту текстуру применил два раза но одну я применил на вдавливание другую на выдавливание так что-то еще интересненькое есть ну давайте с этим сама деталька маленькая поэтому как бы к ней особо там внимания тоже много не надо тем более ее будет видно вот так вот снизу вот и не будет видно сбоку или сверху поэтому так будет в этом больше как бы не надо давайте откроем наш стол с ним поработаем немножко полигонов полигонов вообще тоже ставим много полигонов я работаю вот полторы тысячи если я хочу сделать что-то такое детальное что прям вот с мятинками там с трещинками то там от полторы тысячи и выше дальше там зависит уже от вашего компьютера что он там может потянуть что не может но совсем прям безумные значения тоже ставить естественно надо можете немного подгладить через shift и не сглаживаете на маленькие значениях дайна мэша если у вас будет сетка мелкая и тем более на сто процентов интенсивность сглашивания он просто вам изменит сильно очень диаметр столба и после этого у вас будет такой же эффект такой галлюцинации при запекании то есть у вас не должен сильно меняться размер объекта low-poly и high-poly то есть они должны быть в одном размере так ладно принципе эти грани все равно все не видны это вот где броши они на самом деле потом они и вере уже не был так так видны давайте на что же сейчас сюда по накидаем интересных форм ну опять же сильно не надо можно поставить за 15 по сваджа но сделать и допустим побольше размера вообще на самом деле довольно долгий процесс по хорошим надо проводить здесь там вырисовывать там заморачиваться есть торопиться не стоит трудно точно но опять и мы делаем сейчас наглядно вот я будет такой сколхать чтобы такой штуки не будете если у меня вот туда на вырезала может поставить backface mask чтобы он не брал в расчет заднюю стенку один крупный скола ставим на столбе чтобы вот именно на него вы взгляд по чтобы не был перебор что там они кругом эти сколы иначе будет ну тумачь так один скола ставим вообще-то сегодня внизу нарисуем такой но я хочу продолжить делать разные фактуры вот здесь много так давайте выберем отличные тоже кисть очень крутая она больше подходит под если что-то хотите сделать типа отказа из глины лепит там мастиха нами чем-то такой создает такую фактуру вот это вот его ощущение получается как будто вы вылепили но это работает на высоком уровне на малых уровнях это будет просто как-то шероховаться камни вообще она выглядит очень круто и я потом покажу одна из любимых кистей но она здесь как не проявляет я потому что надеюсь не совсем можно смятину тоже много мнения нет перебор перебор так не будет быстро на самом деле потому что потому что когда делаешь быстро начинаешь торопиться естественно получается очень хорошо но опять же я думаю что вам будет понятно так сет один но тут чё тоже по камням что то есть интересненько такая трещинка я можем еще одну впустить внизу очень большая допустим вот такая типа просто вмятина такая блин это не мило тут ладно давай не давайте добавим то есть я хочу показать на запекание это другую трещину такую добавим даже могут поинтереснее просто та трещина она в стиле именно варкрафта такая она своеобразная узнала от опять нужно поставить backface mask чтобы не вминать обратную сторону вот так я будет так я сейчас просто заполоним замажем просто какой-нибудь типа неровной фактурой там такое допустим поставим поменьше естественно так вот хочется какой-то побольше каких-то элементов допустить чтобы это драма отображалась по-хорошему все-таки до урок вообще ни в чем переборщивать не надо просто для урока хотелось бы показать по нагляднее но сейчас мы сделаем интересненько что у нас еще есть интересно такие типа сколы кого-то дробовика выставил царапины перебор давайте все-таки добавим но это в одном месте немножко у меня не включен будет поездаем вот такой вот на стол пускай будет окей так у нас значит есть верхушка у нас есть столк вот поработаем теперь с основанием если тоже такая штука образовалась тоже не успел понять когда но не страшно и того чтобы он работал с данным а шимона перетянет естественно через сетку она пропадет как здесь все то же самое берем немножко смягчаем углы где-то кстати есть такой еще и штука в принципе можно даже просто вручную рисовать эти трещины чтобы не брать какие-то довольно узнаваемые избиты эти все эти вколы трещины то что они все более-менее однообразные есть кисти которые позволяют рисовать и трещина высунут от кисть сейчас я немножко сглаживаю покажу то есть не обязательно брать какой-то уже готовый элементы и именно прям из него делать не просто подомнем немножко такой некоторые углы заравняем здесь мы сделаем опа весьма сделала такие вот типу скольчики немножко так здесь можно на земле вот так вот скол но опять же не делайте прям большие здесь пусть он один вот такой можете делать знаете как можно делать не с небольшой кистью я вот так выскаживаете угол но оставляете острому так вот это будет ну только наше добавить эффектом типа где расходит небольшая трещинка будет еще не такой усколок и сделаем попробуем так на 8 берем вот эту кисть и опять же именно кисть которая но не вот удобно рисовать вот эти вот все сколы если будет зависеть от вашего художественного видения как вы это видите но не тот не обязует я лично не очень хорошо это умею делать но те кто делают это прям круто я не рисуют трещинки и выглядит очень круто но в том что если повозиться если по заморачиваться по можно очень красиво нарисовать какую-нибудь там вручную сколы всякие так далее можно использовать естественно и готовые решения давайте посмотрим что там еще есть на счете с это было с 2 я помню вкрывал вот здесь тоже много вот это лично трещинки они там очень хорошие опять же здесь мы перебарщивать не будем и на какой-то стороне сделаем там одну большую чтоб прям вот прям трещин так трещина вот и он весь акцент будет на нее перебарщивать остальное просто замастим замастим такой неровный шероховатый поверхностью кто-то там ехал на тракторе и задел типа того так а здесь можем допустим просто взять эти кисти которые уже а нет эти тоже по растягиванию есть кисти которые по замазыванию просто отрисуешь поверх они делают шероховатость значит я попробую найти так много не это тоже просто юного поставим просто поменьше интенсивность и просто пробежимся вот так вот по всему кругу чтобы у нас сама фактуру камня была такая как не обнула будет типа обработаны но и не обработанная тоже время будем почаще менять чтобы не совсем было одинаково вот это можно сильный очень да можно опять не забывать что мы есть аль который делает обратно на один модул сделали без альта на вдавливание другой с альтом на выдавливание ранее уже будет выглядеть по разным дальше не будут находиться рядом все равно будут выглядеть по-разному вот ну все-таки на начало кут один скол большой нужно где-то все-таки наверно добавить чтобы это будет симметрично с количеством сколов на столбе а то будет слишком странно что столб весь разбили но я хочу здесь сейчас еще делать какие-то элементики из серии узоров нарисовать вот но можно сделать это здесь а можно это сделать в зебраше я думаю то что без разницы давайте сделаем это в зебраше давайте делаем часть здесь сейчас делаем зебраше чтобы было понимание как принципе это можем делать и там и там пускал будет такой вот ведь помятый побитый не страшно мы же показываем берем есть которая допустим вот это вот клей который для вот этого рисования и здесь включаем режим чтобы удобно вот это вот растягивание а альфу мы сейчас загрузим у меня есть альфа это делал для урока тоже для викинги для топора я тоже использовал у меня есть уже готовые есть готовые да вот такие вот эти вот узорчики давайте возьмем допустим вот где он там был квадратный квадратный узор вот этот вот да вот такой вот сделаем вот такой только посильнее естественно поставим вот так ведь его он рисует его где-то четко где-то получается такая смазанная это из-за того что у нас четкость кисти стоит ну стоит размытая если поставим более четкую кисть вот так он будет рисовать его четко естественно здесь этим можно пробовать включить симметрию ну ладно не будешь разбираться мне в моем уроке я сейчас 5 углубляться в эти кнопки поставим здесь просто симметрия можно было бы сделать так чтобы сразу на все грани как нарисовал можете посмотреть мой ролик про зебраж я там в этом более подробно рассказываю сейчас чуть-чуть чуть-чуть у меня опять ролик будет двухчасовой потом писать вам объяснение что пожалуйста посмотрите не могу я почему-то с людьми растягиваю так что не могу остановиться ладно остальные узоры мы делаем так же сделаем на ювику сделаем уже в собственно все у нас здесь есть включаем все наши эти столбы вот так это вытворить окей теперь начну нужны все слить и в один в принципе не запрещает можно экспортировать по одному можете экспортировать в одним целым объектом как хотите давайте сделаем их сольем вот так у нас должен был просто было проще экспортировать можно через мэр что это сделать сразу все облить можно так и закинем туда же на рабочий стол назовем тоже столб только назовем столб допустим зебраж или просто зеброж или урок любом дома зи я буду понимать что это и зеброж вообще сами каш правильник правильности называть но я не к этому делаю очень ленивый человек не своим долг лень правильный объект назвать я постоянно за этом 123 потом путаю жалеешь что этого не делаю но вот такой человек так переходим обратно в макс файл импорт импорт столб за импортировать будет много наверно долго там кучу полигонов но не страшно здесь объект тоже можно объединить все в один ну или пока мере залить их одним цветом чтобы собственности не делать отдельно не сверху и серединку делать все одним один будет камень цельный так будет проще так у нас будет и сюда импортировалась наш хай поле рядом есть лоу поле вот нас два объекта ставим их один в один смотрим что все норм нигде ничего особо не выступает давайте пока хай поле скроем и на вот этот наложим наложен текстурку программу урок хороший мальчик временами называть правильными допустим поставим ну неважно это это уже неважно пути и накладываем на весь этот объект зеленый цвет все теперь у нас значит есть уже волк только с цветом еще раз экспортируем даже на рабочий стол называемый угол охранить теперь оставляем только нашу хай кольку тоже экспорт экспорт и называем ее хай хай экспорт здесь тоже придется подождать немножко на до без этого немножко сколько бы ничего я думаю что те кому интересно останутся смотреть и кому-то не интересно выключить собственно я постараюсь проставить тайм-коды в ютюбе не повторяйте проставлю чтобы вам было удобно искать информацию где мы переходим и забираешься переходим в макс все есть теперь переходим в сапкинс поймутов это уже предпоследняя программка станет только ну принципе в ней уже будет все видно но я загружу еще в марма сет хотя я делал отдельный ролик про марма сет но я загружу быстренько еще раз так файл нью давайте поставим сразу 2к рабочий стол загружаем значит лол польку загружаем все загрузилось в текстур сети выбираем что он был запекать толщина нам не нужна иди у нас нету норма у нас есть поэтому нажимаем кнопочку загружаем сюда хайку аль поле ставим 2к будем работать чтобы не ждать по 30 часов нажимаем бейк это нам запечет уже сразу текстурку вот эту то что мы рисовали взброшу так окей все он в принципе уже уже в принципе все это запек выглядит уже принципе как норм но давайте посмотрим значит еще по поводу текстур многих возникают вопросы про смарт материал типа отчет мне нужно допустим дерево 10 всего там две штуки или камни есть камень с этим вообще нет толкового есть легче его нет здесь как с камнем это беда но и же интернет поэтому давать не будет забавиться во первых есть арт-стейшн который в котором все это довольно много есть бесплатных и платных готовых текстур просто ходите на арт-стейшн вбиваете в поиске там 8 smart materials substance paint rock и он вам там кучу вариантов выдает а есть официальный сайт по собственности может делать сами текстуру в собственно дизайнер ничего сложного нет можете в принципе делать их сами вот но есть довольно неплохая коллекция вот на этом вот сайтики собственно здесь есть вот прям smart mask smart material не так много 838 но здесь можно по камере найти вот рок 83 у нас smart материал по камню давайте посмотрим что есть он есть которую с мухом смысл давайте возьмем какой-нибудь типа вот такого посмотрим ну да 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 что-то типа того начали я пока буду засорять все на рабочий стол потому что потом долго не искать это дело вот она есть просто файл который вот содержит уже вот smart материал идем на что обратно в собственность и просто этот файл чтобы увидел так просто сюда перед перетаскиваем дропом он уже сразу автоматически ставит то что это smart материал он уже определяет что-то именно если берем что-то именно для этого проекта импорт вот он заберем все перетаскиваем и он сейчас его сделать уже вот так вот но если вы хотите сделать свою тему свою какую-то определенную текстуру на камень давайте немного доработаем эту текстуру скажем так я не есть целый урок вообще приметайте посмотреть целый урок и именно про softens я там все все прям подробно рассказываю показывают как делать эту тему сейчас эту тему доработаем потому что она пока не очень хорошо выглядит на самом деле хорошо довольно таки но я хотел бы немного добавить эффекта грязи плюс я хотел здесь еще узора порисовать как я говорил тоже толщиной тоже в этом уроке у меня в принципе есть но давайте начнем на счет того что мы нарисуем вот сюда еще узор идем в нижней с этим можно удалить в принципе не нужен верхние 10 по моему тоже пустой понятно вот он наши текстур которые мы скачали поставили теперь то пусть я хочу здесь сделать вот так же вот выступом сделают убить узор и тоже сделать его только текстуры не они геометрия текстуры создаем пустой новый слой ему мы оставляем только хай высоту чтобы мы могли рисовать только высотой в альфу мы загружаем альфу у меня также она уже подготовлена я и честно говоря сделал просто скачал с интернета и сделал в фотошопе альфа очень просто чем чем удобно рисовать не нормалом сразу а хайкем то что этих во первых их проще на тем таких больше эти альфа гораздо чем нормал а вот их можно делать самому можно прям взять в фотошопе самим там белым по черному рисовать и это будет альфа то есть нет каких-то ограничений в этом плане проще потом также там хайк и высоту можно спокойненько перезапечь в норму поэтому гораздо проще так у меня был на 2 2 готовенькие есть которые были для прикол в том то что если вы работаете в зебраше то вам нужен нужна альфа вот вот который выглядит вот так а для саптинса годятся вот просто пнг-шки белого цвета то есть если вы работаете с я обычно делаю сразу две альфы я делаю одну альфу под зебраж и сразу ее же сохраняю там ничего сложного ctrl-i инвертировать ее же сразу сохраняю в пнг-шки для зебраж если вдруг нужно чтобы работаю там одна текстурка будет у меня вот такая а другую я нажимаю ctrl-i он инвертирует она стала белым на белом вот вот здесь видно вот здесь альфу работают вот такие поэтому сюда мы перетаскиваем эту альфу я открыл и закрыл но я помню так вот она перетаскиваем сюда альфа только этого деда возьмем вот этого вот видимо такого ставим а что я делаю вот сюда перетаскиваем указываем то что это альфа не ставьте текстуру ставьте альфа потом будет он квадрат рисовать делать ну квадрат для проекта вот он туда его импортнул вот он дедок перетаскиваем его вот сюда ведь он сразу сделала как бы ну на черном фоне белом сразу так как надо и давайте обычно хочу сделать здесь естественно сделать побольше так развернуть правильно делаем его побольше поставлю ровно чтобы можно рисовать вот на вот этом виде сразу вот здесь если вы знаете какая-то грань является где-то вот здесь но мне проще 3d здесь нет такой такой сложности вот так и нужно указать насколько вы влево двигаем мы будем ее углублять вправо это будет выступать а делать сделаем типа его выгравировали выгравировали внутри квадрат рисует так я сделал не так я сделал не так а господи я все сказал наоборот я извиняюсь вообще все наоборот наоборот в зебраши вам сгодятся вот эти текстурки вот эти а в собственности нам нужны черный на черным белым цветом господи точно тысячу извинений так указываем то что это альфа для этого проекта вот теперь вот эту детка мы прикаскиваем сюда и вот теперь мы рисуем все запутался уже в программе ну неважно так поставим его здесь поставим его здесь сейчас я не буду прям там заморачиваться подгонять что-то там просто их сейчас расставлю мы перезапечем эту текстурку чтобы она была у нас на нормали можно чуть-чуть узор нарисовать ну это все уже сами там будете делать когда заходить можно сюда еще какой-нибудь узор напихать быстренько узор узкий узор это тоже альфа для проекта уже не остановить через control и левую кнопку мыши поворачиваем control и правую кнопку мыши масштабируем поэтому поровней поровней поставить ну конечно удобнее работать на виде 2d где у нас идет именно развертка там можно там ровно поставить но опять же смотрите ролик где я про это и прям делаю аккуратно четко и правильно здесь я делаю довольно быстро все это просто показать есть теперь у нас есть текстуру сюда уже подгружена которая норма вот это вот со всеми которые мы рисовали в заброши нормалом вот а теперь нам нужно вот эти вот уже мы сейчас дорисовали хайтом до запечь на вот эту текстуру поэтому делаем следующий нажимаем файл экспорт текстурс здесь мы выбираем вот это вот документ чанал плюс норму плюс а он вообще здесь нужен норму вот это вот можно без альфа но альфа 2k соки и тоже давайте на рабочий стол чтобы долго не искать папку помощи можно будет удалить не нужно ведь я называю один я так вот так делаю экспорт шейдерс экспорт значит оттуда все что нужно взять нужно взять нормал который перезапекся уже вот с учетом того что нарисовали высотой есть теперь мы идем в эту папочку вот эти текстурки я в папку столб захороним и вот нам сейчас нужно который direct x видите вот normal direct x он помимо того что запек то что у нас было вот это все шероховатость там вот это вот вмятина так далее он сейчас еще нам запек вот этих вот дедов которые мы рисовали вот они теперь все что нужно просто вот эту текстуру заменить вот здесь текстуру заменить на вот эту новую поэтому перетаскиваем ее сначала сюда указываем то что это просто текстура так как это есть текстура для этого проекта импорт и просто заменяем вот эту загруженную текстуру на ту которая уже была вот сюда здесь вот этот слой которым мы рисовали его можно уже удалить он нам не нужен пошло он теперь уже есть текстурка normal уже перезапевшийся если вы хотите может в принципе еще раз сейчас взять бэйк еще раз перезапевшийся к норму уже здесь ставить не нужно потому что мы перевод норма уже есть а мне нужно перезапекать поэтому убираем он сейчас перезапевшийся так что у нас все генераторы которые были на текстуре они сработают на эти новоиспеченные наши рисунки но я не знаю как здесь было сделано было сделано аккуратно здесь не особо-то и заметно все эти выступы ну давайте сейчас сделаем так чтобы это было заметно потому что текстуру мы скачали она чья-то как там настроены генераторы были я не знаю но сейчас делаем так что у нас наши генераторы сработают более-менее нормально что было более-менее заметить эти дозы пекания на выглядела даже по моему поинтереснее чем сейчас где-то на что-то лайк трещину почти почти не видно вот она вот она ну да ладно сейчас делаем значит давайте вернемся в садим новый заливочный новый заливочный свой сразу заливкой окрасим нам честно нужно здесь только добычный color и height все остальные отключаем хайд давайте сделаем на выступание чтобы грязь была немного объемная только даже много вот чуть-чуть поставил так чтобы выступание и нам нужен цвет допустим сделаем что на камне грязь обычно такого темного цвета такого-то можно сделать обычно темный-темный зеленый не прям плесенью можно прийти типа вот такой цвет окей теперь на него ночь накладываем белую маску white mask у нас есть ничего не меняется что у нас именно белая маска баба черный он бы вернул нам нижнюю свой вот этот но белая маска это не делает на нее накладываем генератор повторюсь в тысячный раз все более подробнее рассказываю в предыдущем ролике там все я разжевываю прям папа по полочкам чего куда нажимать выбираем этот генератор допустим используем грязь давайте науча с ним поиграем он работает с текстурой ambient окружен которая именно в таких вот местах где два объекта стыкуются или где какой-то угол острый он красота вот это вот нашу цвет который мы создали он именно в тех местах ее и создал видите он учитывает уже теперь вот эти вот наши все эффекты мятенькие вот они теперь тоже здесь работают поэтому на можно будет сейчас поиграться с этой грязи делать либо вообще залить можно поиграть контрастность это грязи как то уже можно что-то с этим делать но опять же ты все прям вот самый самый простой то есть эта текстура которая прям вот ну просто показать как принципе происходит процесс low поле хай поле раскраски и так далее то есть особо заострять внимание не будем я просто хочу чтобы было было грязь вот здесь в тех труднодоступных местах которых она бы была чтобы она там сильно было давайте поставим выступание чуть глупно чтобы вот это вот узор более был заметен но опять же перебарщивать сильно не надо будет вот так вот у нас он сейчас забьется вот здесь да вот в этих вот всех местах просто у нас получается мы подчеркнули все вот эти вот углубления мы подчеркнули вот этой вот грязи можно еще создать кучу слоев с разными генераторами можно наложить еще один слой который будет на курватуру идти допустим на изгибы давайте промыть копируем контру c контру в генератор грязи мы удалим наложим генераторы который работает с курватуры и наложим вот этот металл больше относится но и поиграть надо здесь будет наверхнуть слишком много поэтому можно на инверт маск вот так не давайте поиграем теперь вот с этим генератором чтобы у нас еще был больше этой грязи тоже будет забитых местах что она образовалась но было перебора много тоже не видите здесь я делал разрез здесь он становится заметным очень важно понимать что задняя стена должна быть так у нас все эти вот разрезы которые у нас шли бы они все были вот где-то вниз в незаметном если у вас все-таки это место не может быть незаметным она вам нужна у нас маска была белая мы вернули в черную соответственно чтобы замазать этот эффект нужно по ней рисовать черным цветом поэтому нажимаем правую мыши и от пальто добавляем свой который можно рисовать и рисуем черным цветом соответственно тем самым мы будем убирать вот эту вот наш мы замазываем вам обратно черным вот так вот здесь и давайте то же самое сделаем здесь но здесь мы не делали инверсию маска была белого цвета поэтому по ней нужно рисовать белым цветом для того чтобы убирать наоборот черным черным чтобы убрать можно таким образом убрать вот эти вот швы это если у вас они прям сильно заметными как бы здесь шов на грани шовка довольно логично выглядит на самом деле поэтому можно бы смесить вот где-то слишком чего-то много то он не мешает это дело почистить можете брать какую-то кисть поинтереснее чтобы не просто смазывать ластиком а брать допустим выбираете баш и тоже много еще на этом сайте который показывал где я скачивал этот камень разных этих брошей можете почистить то кто-то не совсем начистою но опять же это делаю это такая вкусовщина здесь уже сами там посмотрите что как вам больше понравится я показываю лишь инструменты как с ними работать очень вот такая штука но мне честно очень нравится сама текстура камня она очень сильно знаете может немножко поработала слишком сильно объемная сложность оставаяся будет быстренько разобраться чего тут к чему я бы и немного убавил бы вот этот вот эффект выступания как разобраться слишком сильно выпирает так это у нас не только моему так но это по любому у нас на самом нижнем слое да вернее не только так вот здесь еще хоть и эффекты тоже вот поменьше сделаем вот так так вот еще есть эффект но это был стандартный материал можно поискать можно разобраться в повозить ну опять же с чужими материалами работать не всегда хорошо нужно реально сидеть и искать можно в этих вот параметрах исполазить и сделать вот эту норму интенсити в махает интенсити убирать и тем самым можно сделать ее более гладкой некоторых уберем посмотрим все будет видимо результат то останемся вернее оставим в любом случае но попробуем убрать вот он где сильно там заметно виде самая сама текстура она не очень хороша на самом ладно все давайте чтобы не было часа учить время чтобы не тратить оставим так текстурки мы перезапекли давайте еще раз теперь экспортим можно оставить про вот эту которую был можно поставить пбр без разницы абсолютно но в данном случае без разницы так и вот в этот раз пользу папочку один раз уже я создал мне сохранился и теперь быстренько быстренько сейчас передвижение в бормас это уже последняя программка против чего показать что как именно нужно по нормальной более-менее свечение хотя в соответствии тоже довольно неплохое сечение импорт модель именно но только выглядит довольно круто так лоу поле это просто как хотелось бы и так тубарь импорт модель рабочий стол лоу поле эту текстурку так у нас одна текстура на весь столб он создает еще одну дефаутную пустую можно вообще удалить здесь все очень просто опять же в прошлом видео я об этом рассказываю очень подробно смотрите внимательно там это все есть здесь нужно поставить норму здесь мы работаем с ровно сам здесь мы работаем с альбета вот нет это то же самое что бэйс ковар и когда есть мы это у нас и просто перетаскиваю сюда эти наши текстурки из папки значит нормал вот сюда металлик у на кому практически нет сюда ровно с да и бэйс ковар вот на бэйс ковар зеленым стал то что у нас здесь стоит зеленый по дефолт ставим белый не по дефолт а потому цвета который был в максе здесь мы его поставили и давайте быстренько сейчас заменим значит окружение на какой-нибудь более естественное вот такой если ты можно сделать отображение цветом color чтобы был по контрасте чтобы было хорошо видно так окей и быстренько сейчас его экспорт нём во вьюгер и чего показать именно сетку и как выглядит на сетке это довольно наглядно вы не всех сохраняем называем 123 это неважно что просто я так называю так вот он наш 123 открываем во вьюгере его так и вот здесь уже можно теперь посмотреть по нормальному там здесь шифтом полу свет играете на шифтом может смотреть вот так и переходим в сетку вот видите вот она наша сетка вот как на таком маленьком полигонаже это выглядит убери но опять же делалось их сами видели все это довольно на лету быстро и неспешно но я думаю общий принцип вам будет понятен вот так работа если вы хотите допустим как меня был с топором с моим до с этим там в принципе все то же самое только там еще было я еще делал работал с марвелс дизайн вот и там я делал что то же самое только я еще делал в марвелс эту обвязку вот эту вот и также ведь потом делал лоу полики по ней водил в макси и соответственно также их нарезал и запекал все то же самое то есть там где-то моделька это пара тоже лову также в поле вот очень такая есть там несколько десятков полигонов во всем ну больше за счет того что обвязка чуть больше надеюсь если посмотреть макси и строго полигона вот такого размера они довольно большими но за счет того то что здесь выглядели так вот круглёненьким это выглядит довольно хорошо вполне вот очень надеюсь что да я рекламирую такой вот очень нравится надеюсь что он был полезно ставьте лайк обязательно пишите комментарии чем больше комментариев тем не лучше я записываю но роли новые ролики только тогда когда это есть реакция на ютюбе я на это реагирую и думаю людям нравится соответственно я буду делать дальше такой реакции нету то у меня есть это желание нет ничего делать поэтому ролики выходят долго от меня это желание сделать все давайте всем пока повторяйте учитесь успехов